Центр СОВА подвел итоги деятельности радикальных националистических группировок за последние годы. Убийств стало меньше. Подробности выясним у Ильи Васюнина. Он с нами за столом. Илья. Да, коллеги, добрый день. Прежде чем перейти к статистике, я скажу сначала об этом обзоре, который был сегодня опубликован. СОВА регулярно выступает с подсчетами, регулярно мониторит деятельность вот этих радикальных группировок и отдельных элементов. Почему сейчас такое внимание? Понятно, скоро 11 декабря, скоро русский марш. Все ждут, все боятся, опасаются ли выходить на улицы, задаются вопросом и так далее. Ну, поэтому эта статистика сегодня так прозвучала достаточно громко в СМИ. Давайте посмотрим слайды. Начнем с самого первого. Количество жертв расистов. С начала года погибло 16 человек, 90 человек ранено, 7 получили угрозы убийством. Но вот надо сказать, что в прошлом году погибло 37 человек, то есть на 20 человек больше. И не 90 человек было ранено, а 368. То есть здесь прямо на порядок снижение идет. Давайте к следующему слайду перейдем. Но это лидеры, собственно, регионы, лидеры по нападениям. Это, конечно же, мегаполисы. Москва. 7 погибших, 19 раненых. Московская область, 4 погибших, 7 раненых. И Санкт-Петербург, 3 погибших, 22 раненых. Понятно, что сюда стекаются и трудовые ресурсы, в том числе и Средней Азии. И, в общем, большие интернациональные города. Понятно, что здесь больше всего пострадавших. Ну и давайте перейдем к следующему слайду. Речь о приговорах за насилие, в которых был учтен мотив ненависти. 43 приговора против 82 в прошлом году приговорены. 165 человек вместо 283. Вроде как бы меньше людей получили сроки. Но на самом деле наказание они получили гораздо более суровое. 8 человек приговорены пожизненно. 92 получили реальное лишение свободы. 53 осуждены условно. Остальные разные, там, исправительные работы. Освобождены наказания. Там двое даже были оправданы. Вот как эксперты Савва-центра объясняют эту статистику. В общем-то, на первый взгляд, достаточно оптимистичную. Давайте послушаем Наталью Юдину, эксперта. Количество неонацистских нападений в этом году существенно уменьшилось по сравнению с предыдущими периодами. И что особенно отрадно, уменьшилось количество российских убийств. Связано это, в первую очередь, с тем, что, во-первых, активизировалась работа правоохранительных органов после событий на Манежной площади в Москве. И, соответственно, посадили все крупные, не все, а основные крупные банды неонацистов. В этом году, да и в прошлом году увеличилось количество арестованных неонацистов, приговоренных к различным срокам заключения. В том числе, 8 человек в этом году были приговорены к пожизненному лишению свободы, что, в общем, очень большая цифра. По жизненному заключению неонацистов, конечно, приговаривали раньше, но не в таких количествах. Есть еще одна причина, по которой снизилось нападение на иностранцев, на приезжих. Об этом тоже мы поговорили с экспертом. Дело в том, что слишком мелкие цели теперь таджики, дворники, какие-то гастарбайтеры, в общем, на них уже никто не обращает внимания. Сейчас на радикальных форумах, на радикальных сайтах обсуждают то, что противостоять надо прежде всего власти. Власти, отсюда нападение на милиционеров, отсюда убийство судей Чувашова в прошлом году, отсюда симпатии взаимные с кавказскими сепаратистами, с террористами, достаточно откровенно проявляющиеся в диалогах. Ну, собственно, потому что и те, и те борются прежде всего с силовиками, с государством. Ну, о прогнозах я задал тоже вопрос, о том, что будет дальше. Сейчас действительно эксперт отмечает, что гайки закручены, достаточно серьезно давят вот эти радикальные группировки. Но что будет дальше, что будет после выборов, сейчас прогнозировать точно нельзя, потому что, ну, на примере Манежной площади мы понимаем, что, в общем-то, не уменьшается градус национализма. Но просто не все готовы в связи с такой достаточно агрессивной политикой сейчас вот в этой области и правоохранительных органов, и государства, не все готовы переходить именно к радикальным формам насилия. Но ведь при этом эта карта разыгрывается и в предвыборной риторике многих политических сил. Например, господин Рогозин уже заявил, что зачем нам мерзнуть на русских маршах, мы пойдем во власть. Ну, Дим, это такое, я бы сказал, терапевтические, на самом деле, заявления, которые направлены больше на то, чтобы как-то успокоить людей. Я не думаю, что реально они пойдут во власть, реально они будут допущены до какой-то настоящей политики. Ну, если можно говорить у нас о какой-то настоящей политике. И есть ведь еще социологические исследования с тревожными выводами о том, что больше половины опрошенных говорят о симпатии к националистическим настроениям в России. Ну, в общем, здесь будет, наверное, речь идти о том, насколько этот национализм будет цивилизованным. Да, это во-первых. Ну, а во-вторых, как я уже сказал, кухонной симпатии, может быть, это одно, а какие-то реальные действия в таких вот достаточно условиях жесткой реакции и полиции, и других силовых органов, это, конечно, другое, на это люди не решаются просто. Спасибо, Илья. Илья Васюнина о градусе.